В эфире телестудия Корчаганак, с вами Нургуль Тобышева. Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию итоговый выпуск новостей. В парке Наурос города Аксай был проведен митинг в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 23-й годовщине вооруженных сил Республики Казахстан. В честь знаменательных дат 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 23-й годовщины вооруженных сил в Казахстане прошел митинг. Возле памятника воинов-интернационалистов и памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. К этому значимому событию подготовились все государственные службы, общественные организации, школьники. О проведении мероприятия подробнее нам рассказал один из организаторов. Сегодня собрались ученики и учителя военно-руки, военкомат, ученики третьей, четвертой школы, вторая школа, чтобы дети знали, помнили эту дату. Поэтому эта дата посвящена и тем товарищам, которые сегодня бывают служить в армии. Вы знаете, что у нас идет призывная кампания. Начиная апрель, май, июнь призыв у нас. И поэтому мы сегодня решили приурочить эту дату, посвятить ребятам, те, кто уходит служить вооруженной силой. Ну и те, кто прибыли оттуда, отслужили. Есть у нас ребят, которые служат в пограничных войсках. Сегодня мы их увидим. Сегодня они расскажут, как они служили. Вот это наша общая традиция и дата. Также он поздравил всех со знаменательными датами. В преддверии, конечно, такого великого праздника, во-первых, желаю всем участникам войны. Их у нас осталось очень мало. 11 человек по нашему району. И очень много, которые болеют, страдают. Я им желаю, во-первых, здоровья, счастья, успехов. И чтобы осталась их некороткая жизнь, прожили так, как им хочется. Ну и всего семейного благополучия. Ну а нашему поколению, которые сейчас работаем мы с молодежью, работаем мы в школе, и молодое пополнение наше. Чтобы помнили, ну и самое главное, что наша страна очень великая, большая. Земля у нас очень богатая. Поэтому есть, что охранять. Я считаю и думаю, что наши молодые ребята, если судьба будет любить, конечно, они тоже не срамятся и продолжат традиции наших отцов и дедов. Торжественное мероприятие открыл заместитель Акима Бурлинского района Жунабай Каналин. Ветеранов афганской войны осталось мало. Вот они стоят перед вами. Грудь блестит медалями. Они воевали с достоинством и отвагой. Подрастающему поколению я желаю брать с них пример. Вы должны беречь нашу страну, ведь это большая честь быть защитником Родины. Будьте доблестными, смелыми. Пусть всегда будет чистое небо, меры и добра всем. Далее слово было предоставлено секретарю районного муслехата Адлихану Куликешеву. Благодаря патриотам нашего государства, всем вооруженным силам и тем, которые трудятся на благо мирного неба, нашему государству пожелать больших успехов в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, быть преданным нашему государству. И хотел пожелать, благодаря нашему спокойствию, чтобы мы трудились, работали, воспитывали детей. Со знаменательными датами всех поздравил руководитель общества инвалидов и ветеранов афганской войны Житписбай Бегтимеров. Уважаемые участники сегодняшнего митинга, посвященные Дню защитников Отечества, разрешите мне от имени общества инвалидов и ветеранов войны в Афганистане поздравить вас с Днем защитников Отечества Республики Казахстан. Пожелать всем мирного неба, самое главное, чтобы было спокойствие на нашей земле. Уже 70 лет наша республика, не только наша республика, наши соседи, все многие, ведут мирную жизнь. Мы надеемся, что последнее поколение, которое видели войны, остаемся мы. Пусть на нашей земле всегда царит мир и спокойствие. Представителям отдела обороны, руководителю общества инвалидов и ветеранов афганской войны были вручены благодарственные письма за вклад в военно-патриотическую работу, за активное участие в проведении всех мероприятий. Также представители обществ наградили юбилейными медалями за службу на таджико-афганской границе. Продолжился митинг возложением цветов к обелиску. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нургуль Тобышева, Роман Аминов, Нургулат Куницбаев. Телестудия «Карачаганак». Вопросам безопасности дорожного движения всегда уделялось большое внимание. В вопросах пропаганды соблюдения правил дорожного движения большую роль играют отряды юных инспекторов дорожного движения. На базе общеобразовательной школы номер 2 прошел районный слет отрядов юный инспектор дорожного движения. За выступлением участников наблюдала и наша съемочная группа. Районный слет отрядов юный инспектор дорожного движения прошел на базе общеобразовательной школы номер 2. С самого утра команда ЮИД демонстрировали не только умение маршировать в команде, но и творческие способности, а также оказание первой медицинской помощи и многое другое. Наша речевка. Сигналы светофора мы будем соблюдать, и правила движения мы будем уважать. Тогда не приключится нигде и никогда. С примером пешеходов дорожная беда. Отряд, равняйсь, смирно. Юные инспекторы движения. Это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Пропагандируют правила дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах города среди учащихся школ. На территории второй школы проводится слет юных инспекторов дорожного движения. Участвуют 12 команд. 12 команд. Это 6 школ города Аксай и сельские округа. Сегодня будем проводить, согласно инструкции, все конкурсы, виды конкурсов. Сейчас проходит строевой смотр. После этого там круговые движения на велосипедах, юные регулировщики и так далее. Данное мероприятие проводится совместно с отделом образования, молодежным движением «Парлан» и отделением административной полиции. Будет награждаться за первые и третьи места и также будет награждаться номинация за лучшее исполнение по каждому конкурсу. Вопросом безопасности дорожного движения всегда уделялось большое внимание. Пропаганда безопасности дорожного движения – это целенаправленная деятельность по распространению знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, разъяснению законодательства, правовых норм, регламентирующих поведение участников дорожного движения, осуществляемые правоохранительными органами, также детскими и дошкольными учреждениями, учебными заведениями, общественными организациями, средствами массовой информации в целях предупреждения аварийности. В этом вопросе активную роль играет отряд «ЮИД». Очень важное и нужное мероприятие, так как ежегодно на дорогах гибнут дети. И с целью профилактики правонарушений, нарушений дорожного движения и уменьшения случаев травматизма на дорогах, с целью популяризации знаний по правилам дорожного движения и недопущению таких случаев, проводится данный конкурс. И по итогам конкурса, я думаю, что большее количество детей будет знать правила дорожного движения и поведение на дорогах. Свои отряды на районном слете представили городские команды школ номер 1, 3, 4, 5, 6, а также команды сел Бурлин, Козелтал, Пугачева, Березовки и другие. Все ребята показали знания правил дорожного движения, умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, а также умение работать со своими сверстниками и умение работать в команде. До празднования величайшего юбилея 70-летия Победы остались считанные дни. В преддверии юбилейной даты повсеместно проводятся различные мероприятия. По мере возможности каждый гражданин страны старается внести свой вклад в празднование Великой Победы. В большинстве своем все чествуют ветеранов, которых у нас осталось совсем немного. Все это делают по-разному. Организаторы мероприятия, которые вы увидите в нашем следующем материале, решили сделать это по-особенному. У войны не женское лицо. Война, казалось бы, слово женского рода, но какое-то страшное разрушительное слово. Любовь, гармония, сила, волшебство. Вот что должно наполнять наш мир. И многие женщины, фронтовички, даже в страшные годы войны не забывали, что они женщины, они созидательницы. Они должны дарить любовь и продолжать род человеческий. У войны не женское лицо. И это не безосновательное утверждение. Этого же мнения придерживаются организаторы вечера памяти, посвященного 70-летию Великой Победы, компания «Монтаж техсервис». 70 лет назад наши деды и прадеды совершили подвиг, память о котором должна быть увековечена в наших сердцах. Каждый из нас должен остановить мгновение и подумать о том, как оно прекрасно. И вспомнить о том, что все это благодаря подвигу наших дедов. Вспомнить о тех, кто положил свои жизни за нашу свободу. Тех, чьи имена высечены на мемориальных досках. А тех, кто по сей день говорят о войне, со слезами на глазах. Сейчас 70 лет. У меня сыновья, старшего 60, младшим больше 50. Они не видели войны. Я очень-очень радуюсь этому. И дай бог, чтобы больше ее никогда не было. Это война, слово такое, очень страшное. Оно как-то страшит всех. Не только наших аксанцев, казахстанцев, россиян и всего мира. Ну, я желаю всем нам отпраздновать этот праздник юбилейный. И пожелаю всем счастливой жизни, здоровья, успехов и долгих-долгих жизней. Организаторы данного мероприятия, компания «Монтаж техсервис», выбрали оригинальный способ честования ветеранов. Коллектив ТО «Монтаж техсервис» собрал гостей в зале ресторана «Мирей», накрыт для них праздничный дастархан. В качестве гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, участники хора ветеранов войны и труда, а также почетные граждане Бурлинского района. В преддверии такого мощного юбилея, 70-летия, окончания Великой Отечественной войны, мы хотели просто сделать то, что может быть как-то показать ту теплоту, заботу о нашем поколении старшим, которые ради нас, ради нашего будущего оставили кто-то свою жизнь, которые воевали ради того, чтобы у нас был мир на этой земле. Благодаря им мы сегодня мечтаем, строим планы, учимся, к чему-то стремимся, становимся людьми. Поэтому я думаю, что прошлое никогда нельзя забывать. Без прошлого нет будущего. Мы всегда были креативны, мы отличаемся тем, что мы не хотим подражать кому-то, мы не хотим быть одинаковыми, мы не хотим быть шаблонными. То, что мы делаем, мы делаем всегда то, что хочет делать наша душа. Теплая дружеская обстановка, радость общения с товарищами, внимание, оказанное всем и каждому в отдельности, песни под гармонь. Вот таким незабываемым подарком предстал вечер памяти, устроенный сотрудниками компании «Монтаж техсервис». Мы дети войны. Наши отцы воевали за этот хороший счастливый день. Я рад, что мы дожили до этого времени. Пройдут года, и мы уйдем, но нас заменят наши дети, внуки, правнуки. В своих выступлениях гости не только благодарили организаторов за живое общение, но и делились рассказами своей жизни, детства. Здесь были и смех, и слезы радости и воспоминания. Дорогие участники войны, дорогие пиловики и дорогие участники нашего народного хора. Сады Хабибишу и мне, и другим приглашенным, кроме вас, это мероприятие, это даст Архан, все организованы честь в вас. И мы сюда пришли с большим удовольствием, с такой радостью. Так что, Сады Хабибиша? Это честь для нас. Радость. Для меня особенно. Время идет, проходит года. Многое из того, что рассказывают ветераны или их дети, является воспоминанием. Но последующие поколения бережно хранят эти дорогие сердцу воспоминания, как память, как вечную ценность. А подвиг солдат от войны бесценен, как бесценен труд тех, кто трудился во благо победы. Вам, молодым, которые не испытали этого ада, который был, я желаю, чтобы вы его и не видели, и не слышали о нем. Вечер памяти организованной компанией «Монтаж техсервис» своим присутствием украсили участники хора «Ветеранов войны и труда». Их труд достоин уважения и восхищения своим репертуаром, песнями военных лет, не раз заставивших плакать слушателя с патриотическим смыслом, совершая влияние на умы представителей поколения «Некст». К примеру, та же «Катюша», песня военных лет, предавала силы духа солдатам, являясь символом преданности. И даже согласно одной из версий, «Катюшей» символически была названа минометная установка. «Любим слушать, как она поет, из рыга вытряхивая душу, а друзьям отлагу предает». И все думали, что существовала такая героиня «Катюша», которой посвящали такие стихи. Без этой знаменитой песни не обошлось и на встрече, прожедшей в стенах ресторана «Мирей», с почетом, организованным сотрудниками компании «Монтаж техсервис». «Расцветали яркие груши, поплыли туманы над рекой, выходила над рекой Катюша, на высокий берег, на крутой». «Ой ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет». Наряду с другими странами в Казахстане также проводится акция «Георгиевская ленточка». В канун Дня Победы акция стартовала и в Аксайе. «Георгиевская ленточка» является символом победы над фашизмом. В Казахстане в качестве символического знака была создана лента голубого цвета. Наша съемочная группа вместе с молодежными объединениями района вышли на улицы города раздавать казахстанские ленточки. С 2005 года в странах, где был побежден фашизм, стартовала акция «Георгиевская ленточка». Суть ее в том, чтобы в канун празднования Великой Победы 9 мая любой человек, кто чтит память и гордится подвигами предков, мог повязать копию «Георгиевской ленты» – элементы награды, выдававшегося за подвиги Советской армии. Наша Родина в составе Советского Союза приняла активное участие в борьбе с фашизмом. На полях сражений остались сотни тысяч наших соотечественников. В годы войны наша Родина стала приютом для многих эвакуированных граждан и предприятий. В качестве отечественного символа Победы над фашизмом была предложена лента голубого цвета, на которой изображен традиционный казахский орнамент. Экскиз Казахстанской ленты был разработан в Астане. В преддверии празднования 70-летия со дня Победы молодежные объединения района раздали ленты аксайцам. В этом году, в год 70-летия Победы молодежным общественным объединением Тарлан реализуется проект, план мероприятий, посвященный 70-летию Великой Победы. В этом плане есть множество мероприятий. И сегодня у нас проводятся два мероприятия из этого плана. Первое – это ленты Победы. Мероприятие по вручению населению лент, новых лент, наподобие георгиевских. Но это ленты специальные. Они, как бы, казахстанские ленты Победы, олицетворяют собой участие казахстанского народа, то есть вклад казахстанского народа в эту Победу. Сегодня мы и раздавали эти ленты на улицах города жителям. Завтра также эти ленты будут розданы дружинникам тыла, оркестру, хору ветеранов. В этом году у нас было приобретено около 300 лент в связи с тем, что они стоят намного дороже, чем георгиевские. Лента Победы представляет собой отрез шелковой материи голубого цвета с национальным орнаментом длиной 30 сантиметров и шириной 3 сантиметра. По краям ленты размещается изображение Ордена Отечественной войны, что символизирует отвагу и мужество нашего народа, проявленный на полях сражений. Лика Авдеева, Тимур Тулембергенов, Набулат Канузбаев, телестудия Корочаганак. В преддверии Дня Победы станция юных туристов организовала велопробег. В нем принимают участие ученики 6-8 классов Успеновской сельской школы. В течение шести дней ребята планируют преодолеть маршрут длиной 300 километров. Подробнее обо всем в нашем сюжете. Семидесятилетие Великой Победы каждый отмечает по-своему. Вот участники кружков станции юных туристов посвящают этой юбилейной дате свой велопробег. Наша съемочная группа вместе со всеми провожала велотуристов в путь. Шесть велотуристов Бурлинского района на велосипедах отправились в краеведческую экспедицию. Стартовали они с железнодорожного вокзала. В планах спортсменов проехать более 260 километров. Этот поход наш посвящается 75-летию областного центра туризма, 70-летию Великой Отечественной войны. Наши ребята, туристы, собрались в сторону. Сейчас они начнут с Аксай, в Арсуат, в Российской Федерации, ИЛЕК. Они будут посещать ветеран Великой Отечественной войны, памятники. Потом они дальше пойдут в Успеновку, в Чингерлау, оттуда в Аксай вернутся. Общий промежуток, это шесть дней они займут. Маршрут велотуристов будет пролегать по территории Казахстана и Российской Федерации. Конечной остановкой станет Аксай. Сюда они планируют вернуться 10 мая. Первая точка на карте нашего маршрута находится в Жарсуате. Там нас встретят представители станции юных туристов. День победы мы будем отмечать уже в Чингерлауском районе. Встретимся там с ветеранами, будем делиться опытом с коллегами. Как разъяснил нам старший группы, в экспедиции принимают участие отборные ребята. Несмотря на юность, некоторые из них прошли не один десяток километров пути. А есть и такие, кто в первый раз испытают на себе радости и тяготы велопутешествия. Наш собеседник в первый раз собирается совершить такой длинный путь. На вопрос о том, не страшно ли покидать свой родной город и отправляться в дальний путь, он ответил отрицательно. Несмотря на то, что я еду впервые, страха нет. Я уверен в себе. Да и ребята рядом. Они опытные. Так что я ничего не боюсь. Попутно члены велоэкспедиции будут совершать сборы информации о ветеранах Великой Отечественной войны, о погибших солдатах, ушедших на фронт из Бурлинского района, и погибших или после войны оставшихся на территории России. Майя Амирова, Андрей Просверов, Нурблат Кунасбаев, телестудия «Корчеганак». Гал-концерт, посвященный 70-летию Великой Победы, был проведен в актовом зале детской школы искусств. Активное участие на мероприятие приняли ученики школ Бурлинского района. В детской школе искусств прошел гал-концерт, посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступали талантливые учащиеся из школ Бурлинского района. Подготовленная программа дала возможность каждому присутствующему заглянуть в военное время. Были исполнены танцевальные композиции, прозвучали лирические и патриотические песни военных лет. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила песен Владимир, про Стекного, Синого Орла, Про того, которого любила, про того, чьи визу берегла. К организации гала-концерта приложили массу усилий детская школа искусств, районный отдел образования и центр внешкольной работы. Гала-концерт является завершающим этапом отборочного тура конкурса патриотических песен среди учащихся школ, в котором участвовали 19 школ Бурлинского района. И сегодня на концерте выступают 9 лучших номеров. Десятая завершающая песня – это хор детской музыкальной школы Бурлинского района, в которой выступят около 30 учащихся музыкальной школы. Главной целью этого гала-концерта является пропаганда празднования 70-летия Великой Победы, воспитание чувства патриотизма среди учащихся. Кульминацией этого мероприятия можно назвать присутствие среди всех особых гостей – ветеранов войны и ветеранов тыла и труда, проживающие в районе. 70 лет. Аж мне самому не верится. 70 лет мы прожили без войны. Это не знаю, как объяснить. Или то, что нас боятся уже враги, трогать нас боятся. Я хочу сравнить. Мой отец в гражданскую войну участвовал в войне. Через 20 лет его призвали, меня призвали. А сейчас мои сыновья старшему 60 лет. Младшим четыре сына у меня. Младшим 50 и 64. И как-то на удивление. Они не знают войны. Это же очень-очень радостно для меня, как отца. Ну, война. Это страшное, самое страшное слово, по-моему. Ну, я могу представиться. В 41-м году у меня по повестке вручили мне повестку. Учился немножко в летной школе. Потом нас перевели в весь личный состав, в авиационную, техническую. Я гвардии старшина, 139-го, гвардейского, смоленского, истребительного, краснознаменного полка, механик авиационного вооружения. Ну, начал я участвовать в войне под Ржевом, когда немцев уже отогнали от Москвы. И по прямой линии, по центральному фронту, как это дорога Москва-Минск, мы прошли. Смоленск освободили. Нашему полку присвоили звание гвардейский. Меня наградили первой медалью за боевые заслуги, за безотказную работу пушек, пулеметов на самолете. И дальше Минск освободили. Нас направили на север, перед восточной площадью, в Литву. Там мы готовились. После прорыва обороны немецкой, очень укрепленной, и при подходе к Кенигсбергу, меня наградили второй наградой. Орден Красной Звезды. И под Кенигсбергом я закончил войну. Конец войны. Это для нас, я не знаю, как выразиться, какое-то неосознанное бешенство, что ли. Мы прыгали, плясали, танцевали, обнимались. Фуражки. Ну, эти у нас пилотки были в то же время уже. Кидали. Так, такая радость была. Представляю, как было тоже в гражданском. Матери, дети, все, все радуются этому долгожданному дню. Благодаря таланту ребят концерт прошел на высочайшем уровне. Участники здорово выглядели на сцене. На высоком уровне прозвучало хоровое исполнение. Особенно понравилось зрителям виртуозное исполнение музыкантами на национальных инструментах. Восхитили вокальные и танцевальные номера исполнителей. Нургуль Тобышева, Андрей Просвиров, Нурбалат Конусбаев, телестудия Корчаганак. Это были самые значимые события этой недели. На этом у нас все. А я хочу от имени всего коллектива телестудии Корчаганак поздравить всех жителей Бурлинского района 70-й годовщиной празднования Великой Победы. Эта победа основана ценой жизни многих наших солдат. Они отдали свою молодость за нашу свободную жизнь. И мы гордимся этим, и мы помним, и чтим. Желаем всем жителям Бурлинского района благополучия и мирного неба над головой. Всего доброго.